Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи в следующем году заработает транспортный колл-центр. Об этом говорили на совещании по подготовке к чемпионату мира по футболу. К зиме готовы. Сегодня началась всероссийская штабная тренировка в рамках Дня гражданской обороны. Автомойки в воздухе. Такие существуют в Сочи. Не тратят воды и не дают отходов. В городе прошла проверка всех подобных предприятий. Две сотни педагогов получили заслуженные награды. Сегодня в Сочи состоялся торжественный прием к Дню учителя. Заявки на регистрацию паспортов болельщиков на чемпионат мира по футболу начнут принимать уже в октябре. Пункты выдачи самого документа откроют в декабре. Об этом рассказали на заседании совета при президенте по развитию физкультуры и спорта. Владимир Путин также попросил организационный комитет продумать ценовую политику билетов на матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Нужно еще раз посмотреть на такой аспект, как доступность билетов. Постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным. Этот вопрос надо решать, конечно, в тесной координации, в тесном сотрудничестве с ФИФА и опираясь на опыт Кубка Конфедерации. Участие в заседании принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. До начала заседания в Кремле руководители регионов-участников презентовали площадки, на которых будут проводиться футбольные матчи во время чемпионата мира. Вениамин Кондратьев рассказал президенту, что стадион полностью готов к чемпионату. Футбольное поле, как отмечают все футболисты тех команд, которые играли на нем на Кубке Конфедерации, это еще очень давно и в лучшем мире. И об этом они написали на своих страничках. И еще написали, что в Сочи им задали праздник на Кубке Конфедерации. И они об этом очень благодарили волонтеров. Наши мальчишки-девчонки, их полторы тысячи будут начать в футболу, готовы такой же праздник сделать в следующем году. И они уверены, что у них получится. Но он готов практически в первую очередь. Арена прошла испытания Кубком Конфедерации. Все замечания устранены. Реконструкция стадиона обошлась почти в 4 миллиарда рублей. И после реконструкции ФИШ может принять до 45 тысяч болельщиков. По сути дела, нам там больших работ нет необходимости делать, потому что Сочи принимал Олимпийские игры. Там развитая инфраструктура, места размещения. У Краснодарского края еще есть задачи. Есть несколько баз проживания команд. Это Анапа, это сегодня Геленджик. Здесь, в общем-то, все в норме, но темпы нам хотелось, чтобы там были более активные. Но мы знаем способность края реализовывать эти задачи. Я думаю, что там тоже проблем не будет. Работы по строительству и реконструкции восьми тренировочных площадок. В местах размещения баз команд планируют закончить к апрелю следующего года. Очень важно, чтобы мы не только думали о том, чтобы сам стадион, как спортивное сооружение, были готовы к проведению Чемпионата мира по футболу 2018, но и, конечно, прилегающую территорию. Об этом тоже сказал президент, чтобы не просто строительный объект сдали и забыли. А, конечно, прилегающую территорию, она должна быть благоустроена, она должна быть безмусорная, она должна быть красивая, она должна быть комфортной. Ну и, конечно, транспортная доступность стадиона тоже находится в зоне ответственности губернаторов. Во время Чемпионата мира по футболу в Краснодарском крае в сутки будут курсировать 100 автобусов и 70 пар электропоездов «Ласточка». В Сочи в следующем году заработает транспортный колл-центр. Об этом говорили на совещании по подготовке города к Чемпионату мира 2018. Основная тема повестки Дня – транспортная логистика в период проведения Мундиаля. Колл-центр создадут для удобства гостей футбольного праздника, а его операторы будут разговаривать на четырех языках и смогут ответить на все вопросы о работе общественного транспорта курорта. Также в ближайшее время заработает и городской интернет-портал для болельщиков. Запустят на курорте и мобильное приложение с информацией о маршрутах общественного транспорта. Обсуждали на совещании список туристических маршрутов на период проведения футбольного турнира «Зоны питания», а также развлекательную программу в фан-зоне. Ее организуют на площади Южного мола морского порта. Площадка будет работать на безвозмездной основе с утра до вечера практически каждый день, за исключением нескольких выходных дней, которые будут непосредственно для футбола. На этот период времени улицу Несербскую сделать пешеходной зоной. Чтобы всем было комфортно, уютно. Курорт также готовится к встрече Кубка Чемпионата мира по футболу. Сейчас главный трофей турнира путешествует по другим городам-организаторам чемпионата. А на курорт кубок доставят 20 ноября. В течение шести дней желающие смогут сфотографироваться на его фоне. И к другим новостям. Роддом для саженцев планируют создать на Кубани. Питомник для селекции собственного посадочного материала в Краснодарском крае намерены открыть на базе научно-исследовательского института. Об этом сегодня губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал премьер-министру России Дмитрию Медведеву на агропромышленной выставке «Золотая осень». Она открылась сегодня в Москве на ВДНХ. Председатель правительства идей заинтересовался, ведь собственная селекция – вопрос стратегический. Сейчас на Кубани за рубежа ежегодно закупают около двух миллионов саженцев. Сегодня мы на Кубани высаживаем пять с половиной миллионов саженцев. Семьдесят процентов из них, конечно, импортные. Подбой или наполовину импортный, подбой тоже импортный. У нас есть институт с удовольствием и наградом. Шесть тысяч гектаров. Он готов к тому, чтобы сегодня стать центром селекции. Качество-то он дает? Сегодня он ничего не дает, потому что сегодня он будет вашей поддержкой для того, чтобы там создать элекционный центр. С удовольствием. И иметь свои отечественные. Будете? Максимально мы готовы по принципу срезантировать. Напишите. Хорошо. Разговаривайте. Спасибо. До встречи. На агровыставке «Золотая осень» Краснодарский край уже подписал одно соглашение. Совместно с Росрыболовством. В регионе займутся восстановлением рыбоводческой отрасли на Азовском и Черноморском побережьях. Четыре орфея. Столько наград получил канал РЕН-ТВ накануне. В Москве назвали имена лучших в профессии и в телевизионном мастерстве. Состоялась церемония награждения самой престижной премии в этой области. ТЭФИ. Телекомпания РЕН-ТВ взяла награду в номинации «Лучшая просветительская программа». Это «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. В сентябре «Военной тайне» исполнилось 22 года. За это время программа не раз удостаивалась ТЭФИ и доказывала свою популярность среди зрителей и коллег. Как было отмечено, во время церемонии РЕН-ТВ умеет и просветить, и удивить, и иронизировать над собой. В номинации «Эфирный и неэфирный промоушен телепрограмм» статуэтку получил проект «РЕН-ТВ и Василий Ложкин представляют». Ролики, нарисованные Василием Ложкиным, произведения искусства, ставшие брендом. Наградили и тех, кто, как это было сказано ведущими, умеет дойти до сути журналистского расследования. Журналист РЕН-ТВ Вячеслав Николаев, автор репортажа «Слепые мулы», тоже получил статуэтку ТЭФИ. Награда далась, что называется, нелегко. Работа над расследованием о жертвах наркоторговцев проходила в рискованных условиях. А лучшим ведущим информационно-аналитической итоговой программы был признан Андрей Добров. Программа «Добрая» в эфире на РЕН-ТВ. Сегодня началась всероссийская штабная тренировка в рамках Дня гражданской обороны, а также продолжились командно-штабные учения. Они прошли ранее в Аберском, Хостинском, а сегодня в Центральном районе Сочи. Расскажет Елена Авсецина. 2017 год объявлен годом гражданской обороны. Кроме того, сегодня профессиональный праздник у спасателей. 85-е годовщина гражданской обороны. Исторической датой создания службы считается 4 октября 1932 года, когда Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне территории СССР. Сегодня глава Сочи Анатолий Пахомов объяснил цели и задачи всероссийской штабной тренировки. Разработали деятельность каждого управления на случай чрезвычайной ситуации. В рамках проведения штабной тренировки всем необходимо проверить реальность показателей планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Планов гражданской обороны и защиты населения. Планов гражданской обороны для объектов экономики. Осуществить проверку готовности систем связи и оповещения в состав эвакуационной комиссии города и планов эвакуации населения города. А уже в администрации центрального района речь на КЧС шла о конкретной ситуации. Например, вышла из берегов река Псахе. Есть у спасателей такое понятие, как золотой час. Важно в эти 60 минут так организовать работу, чтобы не погибли люди. Сегодня в пансионате Нева показывали, как персонал готов к приему эвакуированного населения. Мы готовы единовременно принять до 50 человек, разместить на своей базе, организовать работу приема, регистрации, медицинской помощи, также питание. Мы все сумеем на базе своего пансионата. Плюс предоставить номера, заняться отдельно беременными женщинами и матерями с малолетними детьми. То есть мы делали это уже неоднократно и у нас есть опыт. Комиссия и состава сотрудников ГУЧС и администрации Центрального района пообщалась с коллективом пансионата, выяснила на месте, все ли здесь созданы условия для приема эвакуированных. А на базе МЧС России в это время развернулась спецтехника, которую при необходимости перебрасывают на место, например, оползня. Своего рода смотр сил и средств первого эшелона по реагированию на чрезвычайную ситуацию. Самое важное в этих учениях, что каждый, кто должен ликвидировать чрезвычайную ситуацию, должен заблаговременно знать свой и ресурс, и маневр. И мы над этим очень плотно работаем. Вся система РСЧС в случае необходимости должна быть поднята и отреагировать так, чтобы были минимальные потери по травмам, по ущербу города и так далее. Наш отряд ежедневно готов к выезду в любую точку России. Также работаем по краю. У нас глобальная спасработа – это природного, техногенного характера, так как у нас природа – это рядом горы, море. Ну и город достаточно большой. Главная задача командно-штабных учений, которые продлятся еще два дня, – отработка взаимодействия между всеми службами города, спасателями, полицейскими, медицинскими работниками, а также ресурсоснабжающими организациями. Елена Всекцина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Стихийная торговля – не место на вокзалах. О размещении нестационарных торговых объектов на железнодорожных станциях и привокзальных площадях и санитарном состоянии прилегающих территорий говорили на совещании под председательством главы Сочи. Утвердить единую концепцию размещения, единый стиль объектов в максимально короткие сроки – такую задачу поставил городоначальник участникам рабочей встречи. Достаточно напряженная ситуация сложилась с хаотичной торговлей на вокзалах и станциях города. Как следствие, страдает санитарное состояние железнодороги и привокзальных территорий. В адрес администрации поступают жалобы от гостей и жителей курорта об отсутствии свободного доступа на автомобилях к транспортным узлам, о количестве установленных ларьков и целесообразности их размещения. Торговые объекты на привокзальных территориях упорядочить, а из досмотровых павильонов и вовсе убрать. Такая задача поставлена главой города. Мы пошли на наши неудобства для людей, потому что такси туда подъехать не может, инвалид подъехать туда не может, человека подвезти, который требует, не может, потому что там досмотровые поставили павильон. А на самом деле эти недосмотровые, они там торговлей занялись. Так пусть убирают, и мы пустим тогда, как положено для наших людей. Вот и все. 111 торговых объектов на территории вокзалов Сочи, Лазаревского и Адлера. Ряд из них размещены между колоннами в пешеходных проходах на тротуарах. Все это создает неудобства и вредит облику курортной столицы. Что такое вокзал? Это лицо города. Ну, приехал человек, он же в первую очередь увидит то, что на вокзале. Положение на вокзалах, на платформах, начиная от Магрии, заканчивая Адлером, ужасающее. И сегодня это прозвучало из устой главы города на самом деле. Я их всецело поддерживаю. По словам представителя РЖД, предпринимателям, торгующим в досмотровых павильонах, были направлены и вручены уведомления о расторжении договоров. То же касается работающих на привокзальных площадях. Убирать ларьки начнут с 1 ноября. По привокзальной площади позиция однозначно ничего стоять не должно. Конечно. Такая позиция ее поддерживает. Он сам принципиально сказал, что никого не будет. Как по Сочи. По Сочи. Аплодисменты. По хвосту, то же самое. По хвосту, где полностью расстреляют. По поводу, получается, досмотром павильонам. Сегодня все уведомления по всем досмотрам павильонам, в том числе Сочи, по столу, где есть, которые были в коммерческий оборот, по ним уведомления точно так же получены. И так далее. Просто получены. Она прекращена. Торговля в Сочи закрыта. Это не говорит о том, что на вокзале невозможно будет купить бутылку воды. Торговлю упорядочат и не будет лишних объектов. Размещаться павильоны будут согласно утвержденной схеме дислокации и выглядеть в едином стиле. Рината Шипулина, Максим Кавригин, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. Яндекс назвал улицы Сочи самыми кривыми в России. Согласно исследованию сервиса, в городе находятся 15 из 100 самых извилистых улиц. Чемпион по улицам с изгибами и поворотами – город Сочи. Здесь находится 15 из 100 самых извилистых улиц, тогда как в других городах – одна-две. Самых длинных улиц – 9 из 100, больше всего в Москве. Очень коротких или очень кривых во всех городах понемногу, говорится в блоге Яндекс. В десятку самых извилистых улиц попали дорога на Большой Аху, Новороссийское шоссе, а также Скальная, Камская, Владимировская и Кропоткинская улицы из Сочи. Автомойки в воздухе. Такие, судя по всему, существуют в Лазаревском районе. Не тратят воды, не стоят на земле, не оставляют отходов. С результатами проверки предприятий самого большого района Сочи разбирался первый заместитель главу курорта Мугдин Чермит. О проблеме в этом направлении деятельности вице-мэр говорил и в администрации Центрального района на общегородской встрече с руководителями шиномонтажных станций и автомоек. В Сочи работает 188 автомоек, и почти все с нарушениями. Об этом первый вице-мэр заявил на встрече с предпринимателями Лазаревского района. На совещание пригласили и представителей прокуратуры, и руководство полиции. Специальные группы проверили в районе 42 малых объекта, 20 автомоек и 22 шиномонтажки. В 95% случаев у предпринимателей не оказалось соответствующих разрешений. Более того, есть подозрения и на хищение воды. Автомойка может существовать без подачи воды. Очевидный ответ, да? При всем при этом договор, наличие договора с водоснабжающей организацией из 42 – 0. Согласно проведенному мониторингу, большинство городских объектов шиномонтажа и автомоек работает вне закона. Нет правоустанавливающих документов, договоров с ресурсоснабжающими организациями. Не платят и налоги. Зачастую объекты располагаются на участках, не предназначенных для этой деятельности. При этом работа автомоек считается особо опасной. В зависимости от мощности они должны иметь санитарно-защищенную зону не менее 50 метров. Но, как показывает практика, эти правила предпринимателями игнорируются. Нередко объекты располагаются на участках под ИЖС или на арендованной площади складских предприятий. Глава Сочи Анатолий Пахомов поставил задачу навести порядок в этой сфере. Администрация города, в свою очередь, готова оказать помощь предпринимателям. Помощь, прежде всего, мы должны оказать в том, чтобы они были вооружены правоустанавливающими документами. Мы должны им помочь навести порядок в системе водоснабжения, водоотведения. Есть очень серьезные требования СанПИНа по автомойкам. Должны обязательно быть установлены локальные чистные сооружения. Все это не делается, никем никогда не выполнялось. Поэтому задача в этой теме – навести порядок. У большинства шиномонтажек нет договора и на вывоз опасных отходов – шин, отработанных масел, аккумуляторов. В итоге сотни тонн старой резины, которая, к слову, является продуктом четвертого класса опасности, оказываются на контейнерных площадках или на несанкционированных свалках в городе. В Сочи есть организация, имеющая лицензию на вывоз таких отходов на переработку. И у тех, кто желает работать, должен быть заключен с ней договор. Конечно, выполнение этих законных требований влечет дополнительные затраты. Но сейчас вместо предпринимателей их несет город. На свещание также пригласили представителей МУП «Водоканал» и «Водосток». Именно с этими предприятиями каждая из организаций также должна иметь договор. И в дальнейшем работать добросовестно или уходить с рынка. Рината Шипулина, Демид Даниловский, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Региональная неделя Константина Затулина. Депутат Государственной Думы встречается с избирателями. Во вторник он вел прием в Сочи. С какими проблемами обращаются к народному избраннику сочинцы – расскажем далее. Строительство школы и детского сада в микрорайоне Соболевка, незаконное увольнение с государственной службы – рейдерский захват предприятия. Лишь часть вопросов, решение которых принимает участие Константин Затулин. А на болевшем пришла поговорить с депутатом Госдумы и Гузель Гельманова. Я живу в бараке до 1917 года строения. Комната моя всего 10,7 квадратов. Сокольная, северная сторона. Жить там невозможно. Вентиляции никакой. Дом, по словам женщины, аварийный. Правда, официально таковым его пока не признали. Для этого жильцам дома надо обратиться в районную администрацию с соответствующим заявлением. У жилищной проблемы Гузели Гельмановой есть еще один выход. Она может претендовать на получение жилья как инвалид детства второй группы. Юристы приемной Затулина окажут ей помощь по обоим направлениям. Помогут составить заявление о признании дома аварийным, а также разберутся в соответствующих инстанциях с вопросом очередности на льготное жилье. Приемы носят традиционный характер. Люди приходят со своими проблемами. Часто эти проблемы очень трудно разрешимы, особенно жилищные, когда дело касается, скажем, продвижения очереди, которая не двигается, или решения судеб ветхого жилья, или претензий, связанных с долгостроями и самостроями. Но даже такие сложные вопросы депутаты и его помощники стараются разрешить в пользу горожан, и не только в Сочи. Сочинский округ также входит в Белореченский и Абширонский районы Краснодарского края. В ближайшие дни Константин Затулин проведет прием граждан и в этих муниципалитетах. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Около 200 сочинских педагогов получили заслуженные награды. Сегодня в зале органа и камерной музыки состоялся прием работников сочинского образования, приуроченных к празднованию Дня Учителя. В этом году он отмечается 5 октября. Подробности у Татьяны Говорковой. От этих людей зависит будущее наших детей, а значит и страны. Каждый учитель вкладывает в подрастающее поколение знания и формирует личность. В канун Дня Учителя в адрес творческих и неравнодушных представителей сочинского образования слова благодарности звучат от учеников, родителей, коллег и представителей власти. На курорте вопросу образования уделяется большое внимание. За последнее время в Сочи построены 7 учреждений образования, как пример школа в Верхней Беранде. Активно ведутся работы в новом корпусе 100-й школы в Веселом. В следующем году начнется долгожданное строительство школы на Мамайке. В планах, помимо этого, возведения еще 13-ти. И чтобы в эту профессию приходило как можно больше ответственных и небесразличных специалистов, администрация города делает все возможное для создания комфортных условий. Мы будем продолжать строительство новых школ, улучшать материально-техническую базу наших образовательных учреждений, привлекать в город лучших специалистов и обеспечивать их жилье. Каждый год мы в обязательном порядке будем решать вопросы, чтобы наши учителя получали служебное жилье. В этом году 15 в Адлерском районе, на следующий год 20 квартир в Адлерском районе. В целом за последние пять лет сочинские педагоги получили 156 служебных квартир. В этом году отрасли образования муниципалитет выделяет еще 20. Сегодня же состоялось чествование 192 работников отрасли образования и культуры. Это учителя, воспитатели, руководители, педагоги музыкальных, художественных, спортивных школ и школ искусств. Они получили правительственные и краевые награды, благодарственные письма о премии главы города, а также знаки почеты и уважения сочинцев и за заслуги перед городом. У нас в городе 70 общеобразовательных учреждений. В них работают почти 3000 педагогов. Мы гордимся, что половина из них – это учителя высшей первой квалифицированной категории, награжденные заслуженно наградами Министерства образования и науки Российской Федерации Краснодарского края. Свои учителя-герои есть в каждой школе. Принимало их и в 15-й гимназии. Педагогический стаж учителя высшей категории призера различных конкурсов в сфере образования Лилии Григорьевны Вовенко почти 60 лет. Учителем географии она работает с момента основания 15-й гимназии – сентября 1980 года. Я почему-то не могу уйти из школы. Я каждый раз собираюсь, когда наступает 1 сентября, я снова мчусь в школу, потому что знаю, что, наверное, я здесь еще нужна, потому что сегодня новая школа. Эта новая школа требует новых идей. Имея богатейший опыт, я, наверное, могу передать и молодым учителям. Свой жизненный опыт и, конечно же, знания Лилия Григорьевна передает и своим ученикам. Она классный руководитель 5-го А-класса. С сегодняшнего дня они по праву носят звание гимназистов, а посвящение их в этот статус прошло в необычной форме. Дворик у школы превратился в бальный зал. Торжественный полонез открыли ученики 5-х и 11-х классов и, конечно же, педагоги. Посвящение в гимназисты в разной форме проходило с момента основания школы. Эту традицию заложил первый директор 15-й гимназии Николай Белоусов. Но гимназический бал состоялся впервые. Было сшито 200 платьев Наташи Ростовой. Был разучен минуэт, был разучен гавод. И все это было в рекордно короткие сроки, в течение одного месяца. И сегодня мы четко понимаем, те ученики, которые пришли из начальной школы, это настоящие гимназисты, это дети, которые умеют учиться, это дети, которые любят свою родину, это дети, которые любят свою школу. Учениками и педагогическим составом гимназии Сочи может гордиться. Школа стала инновационной площадкой федерального уровня, показывает отличные результаты по ЕГЭ и активно участвует в городских мероприятиях. А праздники и множественные фестивали здесь проходят красочно и необычно. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Компания «Рыбак Камчатки» вновь в Сочи. Покупателям предлагают дальневосточную рыбу, морепродукты и красную икру. Все это на выставке продуктов питания «Экспофуд», которая открывается 5 октября в рамках форума гостиничной рестораны «Олимп». Целая кладовая полезных элементов доставлена в наш город компанией «Рыбак Камчатки». Среди деликатесов – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт «Царица» – лососевых редкая деликатесная чавыча. Вся продукция свежая, вкусная и полезная. «Я люблю кижуч копченый, ну и малосоленый тоже. А папа просил корюшку». «Селедка селедки розень получилась, что она такая крупная, жирная, вкусная, как в детстве. Вкус детства». Качество рыбы достигается благодаря особой технологии приготовления. Коптят дальневосточные мастера на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Доставляют деликатесы в Сочи без использования заморозки. Это позволяет удержать полезные кислоты – омега-3 и витамины Е, Д, А. Купить рыбу, морепродукты и красную икру можно в павильоне «Рыбак Камчатки» на выставке продуктов питания «Экспофуд», которая открывается в рамках форума гостиничной рестораны «Олимп» в выставочном центре на Несебрской, 1Б. Воронежский фермер представляет колбасы, сыр и сало в Сочи. Предприятие примет участие в выставке «Экспофуд», которая, повторюсь, откроется 5 октября в выставочном центре на Несебрской. Компания «Воронежский фермер» – это высокое качество и отменный вкус. Это домашнее фермерское хозяйство. Колбасы, сосиски, сыр и сало – все это можно найти на стенде «Воронежского фермера» на выставке «Экспофуд» в Сочи. Куропанка с апельсинами, запеченная в печени. Гусь с яблокомутка с черносливом, перепелка с брусникой. Различные сыры, сулугуни, копченый, брынза, сало, как говорят в компании, мягкое и тает во рту с чесноком, соленое в рассоле. Также большой выбор сосисок и сарделек, колбас в натуральной оболочке. Аромат, богатый ассортимент и аппетитный внешний вид продукции «Воронежского фермера» притягивает множество покупателей. Продавцы предложат и продегустировать товар перед покупкой. Компания «Воронежский фермер» на рынке сырных и колбасных изделий уже около 10 лет. Домашнее фермерское хозяйство отлично зарекомендовало себя на выставках на севере нашей страны. Теперь предприятие осваивает и юг России. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.